Бой! Регистрируйся на Минлайн с промокодом «Бокс» и получи возможность выиграть перчатки с автографом бойцов, а также билеты на следующий турнир бойцовского клуба. Подними руку. Крупные парни, где большая масса, где тяжелый удар, там скорость, как обычно, всегда поменьше, потому что большие ребята, большие габариты. Да, у Алексея всегда была самобытная стойка, самобытная манера перемещаться по рингу, но как только он попадает в портер, вот здесь начинается настоящая красота. Прозвищи удав, поверьте, просто так не дают, да и дядя Леша надо заслужить, это, по-моему, верх уважения вообще в бойцовских кругах. Но есть два приема, которыми Олейник обожает. Заканчивать поединки и владеет ими просто мастерски. Это, конечно, пресловутый Эзекиель. Он впервые, вернее, стал первым, кто в UFC одержал победу этим приемом. Это, в общем, так, если вкратце, это удушающий прием, главная цель которого, не сколько задушить, а сколько надавить на кадык так, что ты забываешь, как тебя зовут. Ну и второй прием, это ущемление диафрагмы. Он тебя скручивает в баранирок, и ты просто не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть. И, в общем-то, долго в таком положении провести в объятиях Олейника не получается. Вот, и сейчас чуть-чуть не завернул кулак Алексей Олейник. Это было бы очень тяжело. Да, полшага назад, и он бы не предплечьем попал, а кулаком. Так, борьбу. В борьбу пошел. Да, конечно, медвежьей силы человек Алексей Олейник. Понятно, что Оли Томпсон... Пытается там делать болевод там на плече. Не-не, он просто пытается отжать руку, не позволить вытащить себя. Ну вот мы понимаем, что поединки проводятся по правилам WTKF. И здесь очень много времени в портере проводить нельзя. Идет засечка времени. Ой, это было справа! Это справа большой удар через руку. Что это было? Аааа! Вот это нокаут, дорогие друзья! Это Оли Томпсон! Ой, 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 как же тяжело-то он вошел! Да, это бои, и это происходит. И посмотрите, как здесь отмечает победу Оли Томпсон. Ох ты, ох, какой же правый оверхенд. Как он взорвался резко, как он выбросил эту правую руку. Но с Алексеем все хорошо, слава богу, это первое, что нас интересует. Да, вот, зевнул, к сожалению. Зевнул Алексей, очень тяжело упал. Но, слава богу, все в порядке с ним. Не такого, конечно, ожидал ни Алексей, ни его команда, ни зрителей. И вот мы видим, как сейчас переживает Оли Томпсон. Он испытывает огромное уважение к Алексею Олейнику. Он вообще приятный очень человек. Но вот даже такие приятные люди, бывает, делают такие неприятные вещи. Абсолютный чемпион мира по боксу Костя Дзю. Абсолютно. Да, здесь у нас, конечно, сумасшедшая команда находится в клетке. И Костя Дзю, абсолютный чемпион мира по боксу. Но вот Алексей только что при помощи ребят из своей команды покидает клетку. Покидает ее сам. И такой вопрос на выходе из клетки. Он задал своей супруге, что правда попал. К сожалению, да. К сожалению, да. Это было очень... Ну, я думаю, что в повторе Алексей, дядя Леша все увидит. Да, Томпсон счастлив. Мне кажется, до сих пор до конца он не может поверить, что так это все быстро и хорошо для него закончилось. Конечно, он был отвертогом сумасшедшим. В ваших глазах на второй минуте, 28 секунде первого раунда, нокаутом победу одержал боец синего угла из Великобритании. Оли, Васпардон, Томпсон! 26 мая в Москве прошел турнир бойцовского клуба РЕН-ТВ, в котором приняли участие Алексей Олейник, Александр Емельяненко и другие известные бойцы. Ты можешь выиграть перчатки с автографами бойцов, фирменный мерч, а также билеты на следующий турнир бойцовского клуба. Для этого нужно зарегистрироваться на Винлайн с промокодом BOX до 4 июня включительно и сделать хотя бы одну ставку. 10 победителей будут выбраны случайным образом. Наслаждайся игрой на Винлайн!